Здравствуйте! Минувшая рабочая неделя была самой короткой в году, но нам есть о чем поговорить. Жизнь не устает подкидывать темы для размышления. Это Вести Хакасия событий недели. С вами Марина Конодакова. Навигатор сбился с курса. Банк перешел на ограниченный режим работы и готовы давать деньги только по заказу. Из Абакана в Томске теперь можно не только уехать, но и улететь. Какие еще авиарейсы власти собираются вернуть из небытия. С 1 мая действуют новые правила забоя скота. Требование ВТО может больно ударить поселянам. Мир, труд, май. Первомайскую демонстрацию впервые возглавила настоящая трудовая доблесть Хакасии. Шире цареды бессмертного полка. 12 тысяч жителей Хакасии записали в него своих дедов и прадедов. Она хотела открыть людям красоту мира. На этой неделе исполнилось 95 лет со дня рождения первого хакасского скульптора Ирины Карачаковой-Картиной. Ситуация с банком Навигатор по-прежнему остается тревожно невнятной. С прошлой недели отделения финансового учреждения стали работать в ограниченном режиме, что вызвало волнение среди его клиентов. Официальная версия – технический сбой в работе оборудования. Однако в Абакане и других городах, где есть филиалы Навигатора, стали распространяться слухи о более серьезных проблемах банка. Навигатор завел в тупик. Что вообще случилось с банком, клиенты сегодня, похоже, понимают слабо. Двери закрыты, а вот объявления – технические неполадки в системе. Людей это не успокаивает. Слухи ходят самые разные. Мне вообще позвонил знакомый, сказал, что проблемы какие-то с денежными средствами, с возвратом денег, с складами и так далее. Пришла узнать. Никакие неплатежные эти не принимают, ничего не принимают. Ждем. Когда подъехали, нам сказали, что вроде планируется вопрос стоит о отзыве, лицензии. Но это уже разговоры. Нам бы конкретно никто ничего не говорил. Объясняют, что они по телефону говорят, что информации пока не владеют. Тем временем охранник пускает внутрь по одному. А те, кто выходит, с озадаченным видом дают понять – дело здесь. Совсем не в техническом сбои. Вообще не объясняют ничего. Сказали, что денег нет. На данный момент. Эти съемки проходили неделю назад, но и сегодня ясность туманная. Официального заявления от банкиров нет, но нам удалось связаться с представителем навигатора в Абакане по телефону. Закрывают, когда лицензия отозвана. А вы можете на сайт зайти с Центрального банка и посмотреть. Наша лицензия никуда не отзывалась. Все нормально. Какие-то сбои пошли в них в Москве. Мы же от Москвы работаем. И постоянно какие-то ошибки, ошибки, ошибки. Невозможно ничего никуда отправить. Программа. Программное обеспечение. Но сказали, что точно сделают до конца мая. Подобная картина и в Черногорске, и в Минусинске, и в Шушенском. Кстати, сюда также удалось дозвониться. Вроде как, может, после 15-го. Пока до 15-го числа не работаем. До 15-го мая. То есть вообще операции никакие, да, у вас? Нет, никаких операций. Оказывается, сбои у навигатора случились по всей стране. Об этом свидетельствуют статьи в интернете. Однако и здесь сообщается, что даже московское руководство банка не дает комментариев. Что теперь будет с вкладчиками и клиентами навигатора, пока не ясно. Однако эксперты советуют при выборе банка опираться на его рейтинг. Кстати, навигатор на 280-м месте. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. И еще о деньгах. Банк России уже второй раз с начала года повысил ставку рефинансирования. Что это означает? Во-первых, в стране растет инфляция и все сопутствующие ей риски. Рост потребительских цен спровоцировали слабый рубль, инфляционные ожидания и неблагоприятная конъюнктура рынков молочной продукции, сахара, свинины и бензина. Как рассчитывают в Центробанке, повышение ключевой ставки позволит замедлить рост цен и добиться некого баланса между растущей инфляцией и замедлением экономики. А для рядовых потребителей повышение ставки рефинансирования означает прежде всего, что коммерческие банки могут повысить проценты по своим кредитам. То есть для кого-то деньги могут стать менее доступными. В серьезном волнении находятся и сельчане, для которых разведение скота – основная статья дохода. С 1 мая подворный забой скота на продажу стал незаконным. Делать это можно только в специальных пунктах и, естественно, за определенную плату. В накладе остаются как деревенские жители, на которых упали новые расходы, так и потребители. Свинина и говядина явно подорожают. Алексей Гончаренко пообщался с начальником отдела республиканской ветинспекции Анатолием Набережневым и узнал, что ждет мясные ряды в будущем. Анатолий Александрович, добрый день. Здравствуйте. В аннотации к техрегламенту сказано, что он разработан в целях защиты и здоровья человека, окружающей среды, животных. То есть получается, что раньше не было этой самой заботы о жизни и здоровье, либо она была не в полной мере в какой-то. Было, я считаю, что было в полной мере. В полной мере. Но в связи с вступлением в силу регламента таможенного союза, значит, этот документ является над национальным документом, который раньше у нас был в действии. Так что мы ему обязаны подчиняться. Ну вот теперь новый порядок забоя. Вот какой вкратце должен быть порядок реализации, но начиная от помещения, где содержатся животные, и вот заканчивая прилавком уже реализации продукции? Животное обязано, должно быть забито на специальных отведенных местах. То есть продукция, полученная при подворном убое, она предназначена прежде всего и вообще для личного употребления. У нас в республике всего 16 специализированных забойных цехов и 6 забойных пунктов, ой, и 3 забойных пункта еще строятся. То есть всего 19. Вот этого достаточно? По последним данным 9 строится уже сейчас. Да, уже 9. Я считаю, что это мало. Это маловато будет. А сколько нужно всего, чтобы выполнить? Сколько нужно, но я на этот вопрос не могу ответить. Вообще, в идеале, конечно, в каждом сельском совете, на территории каждого сельского совета должен бы быть пункт. Есть даже опасения того, что и деревня чахнуть начнет, поскольку люди этим только и живут, и сами реализуют мясо, не кому-то его дают, а сами реализуют, сами зарабатывают на этом. Я считаю, что как-то уж нельзя рассматривать вопрос, что там деревни, значит, у нас пойдут на уничтожение. Из-за этого я этого не считаю. Это будет какая-то новая система убоя, или как вот это будет происходить? Или точно так же, как в личном хозяйстве, просто это будет происходить в убойном цеху? Предусмотрено, значит, гуманное обращение животным при забое. Должно быть предусмотрено. Ну, что это значит? Это значит, как можно меньше телесных воздействий перед убоем, чтобы животное было спокойно. Ну, это дает хорошее обескровливание туши. Это влияет на качество продукции. То есть она становится лучше, вкуснее? Совершенно верно, совершенно верно. Технический регламент должен был вступить в силу еще в прошлом году, не помню, в июле или в июне, но дали отсрочку. Сейчас возможны какие-то отсрочки? Никаких изменений нет, требований регламентов, значит. Но мы ждем все равно, как что-то должно быть. Мы надеемся, что будут какие-то изменения к требованиям. То есть если вы надеетесь и ждете, и другие этого ждут, если не все, то большинство, по крайней мере, то значит это какая-то несовершенная система. Ну да. Но сначала нужно все для этого подготовить, а потом уже закон-то выпускать. И вот еще скажите, мы были на рынке, на муниципальном, ну центральный рынок, и там торговцы, ну как они говорят, что они торгуют только так называемым колхозным мясом. И говорят, на смену ему придет промышленное мясо. Вот скажите, откровенно, вот это промышленное мясо, которое везут, говорят, из Томска, из Новосибирска, что когда животное, как на дрожжах, растут на биодобавках, оно, это мясо по сравнению с тем колхозным, лучше или хуже? Ну, конечно, в качестве они разнятся, безусловно. Я считаю, что гораздо питательнее и вкуснее мясо, которое выращено на том же подворье, в том же, как вы говорите, колхозное. Так что, так вот. Минувший понедельник войдет в историю абаканских авиаторов, благодаря тому, что возобновился рейс до Томска. Отныне туда можно улететь на чешских самолетах три раза в неделю. Новость обрадует многих в Хакасии, ведь именно в сибирские Афины уезжает за высшим образованием подавляющая часть молодежи. И студенты знают, как томительно бывает ожидание на станции Тайга, от которой ходят электрички на Томск. Почему полет на самолете ожидается выгоднее, чем поездка на железной дороге, расскажет Ольга Стельмах. Развитие региональной авиации сегодня одно из приоритетных направлений госсубсидий. Особенно ценят эту поддержку на Дальнем Востоке и в Сибири, где большие расстояния между городами. Причем местные перелеты хоть и пользуются популярностью, но пассажиропоток несравним с центральной и западной частью России. В пассажирской перевозке здесь очень тонкая грань рентабельности. Очень рентабельность небольшая. Поэтому участие государства здесь в первую очередь необходимо. На данный момент вот те новые рейсы, которые у нас открыты, они как раз и работают по этой государственной программе. На Бакан-Томск-Аншлаг билеты раскупили за две недели до полета. Этого рейса ждали многие годы, ведь добраться до города студентов сложно. Либо автобусом, а это 16 часов в дороге, либо поездом с пересадками. Железнодорожное сообщение ушло, кануло в лето. Буквально полгода уже нет прямого рейса. А мы понимаем, что Томск город студентов, и многие студенты Юго-Красноярского края, Республики Хакасия, там обучаются. Воздушный путь до Томска теперь открыт три раза в неделю. В понедельник, среду и субботу. Время на дорогу сокращается в 10 раз. Полет займет чуть больше полутора часов. Быстрее, лучше, удобнее. А раньше выбрали какой бедр? Ну, автобус, конечно. Получается, ты всю ночь едешь и теряешь время. Мы сами из Тувы, поэтому из Тувы в Томсу ехать практически невозможно. Поэтому удобнее, быстрее и комфортно. Не только комфортно, но и надежно, уверяют представители авиакомпании. На обслуживание современные лайнеры Л-410, вместимостью 19 человек. Самолеты совершенно новые. То есть, заводы нам их сюда поставили из Чехии. Все командиры, все обучались также в Чехии. Новый рейс, субсидируемый. 50% затрат авиакомпании компенсирует федеральный бюджет еще по 25 регионы. Хакасия для этого выделила больше 3,5 миллионов рублей. В итоге стоимость билетов доведена до минимума, без учета сборов – 1800 рублей. Для сравнения, те же деньги придется отдать за многочасовую тряску в автобусе. Главная задача этих полетов и этих региональных перевозок – это доступность. Доступность как по частоте полетов, не один раз в месяц, а три раза в неделю мы начинаем сразу. И доступность в плане тарифов перевозок. Воздушное сообщение наладит уверены власти регионов более тесные экономические связи между Томской областью и Хакасией. Студенты, потому что это устойчивые связи, это дружественный регион. Первый рейс, 15 человек уже зарегистрировано. Как бы не получилось следующего, что билетов не хватает. С такой ценовой политикой авиаперевозчик прогнозирует и дальнейший успех рейса «Абакан-Томск». И вполне возможно, он догонит по своей популярности другой маршрут «Красноярск-Абакан», который сегодня стал вторым среди сибирских авианаправлений. Его заполняемость доходит до 72%. А еще несколько лет назад о развитии воздушной гавани никто и не мог подумать, пока под контроль стратегический объект не взяли республиканские власти и лично глава Хакасии Виктор Зимин. Сегодня Абаканский аэропорт набирает силу. Через него можно улететь не только в другие регионы, но и в другие страны. В 2013 год открыли рейс «Новосибирск». Затем осенью «Абакан» связали воздушные линии с Таиландом, аэропорт «Бангкок». В 2014 отметился сразу несколькими премьерными рейсами. Полетели в Красноярск, Иркутск, Томск. На теплый сезон запустили дополнительное авиасообщение с Норильском. А буквально через три недели борт с первыми пассажирами из Хакасии приземлится в Турции. В планах на осень, Египет и еще один рейс в Таиланд с посадкой на острове Хукет. Сегодня идут переговоры и вполне возможно по воздуху можно будет попасть в Кызыл, Владивосток и Санкт-Петербург. Ольга Сельмах, Игорь Брюханов, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. В четверг Первомай отгремел по всей стране. В Хакасии шествие трудящихся прошло по-новому. Впервые его возглавили ветераны труда. Кроме того, в их колонии были те, кто первым в республике получил новую награду – медаль «Трудовая доблесть». О том, чем еще запомнился Первомай, в репортаже Виктора Лушникова. Сбор колонн по традиции был назначен возле гостиницы «Дружба». И буквально в считанные минуты вся площадь перед зданием была заполнена демонстрантами. Разноцветные флаги, воздушные шары и транспаранты создавали участникам шествия праздничное настроение, несмотря на моросящий дождь. Традицию соблюдаем с тех самых времен далеких. И с удовольствием ходим пообщаться, поговорить. И главное, чтобы люди помнили, что май всегда был праздником у нас. Хорошее настроение, во-первых. И, как обычно, мир труд май. Знаете, это какое-то единство, единение, понимаете, вот с партией поддержать как-то вот наши идеи. Стартовала колонна в 10 часов по согласованному с полицией и городскими властями графику. Кстати, автомобильное движение перекрывалось только по улице Щетинкино и то поквартально. Поэтому особых пробок не возникало. Впервые в этом году был изменен порядок проведения демонстрации. К привычным уже колоннам, профсоюзным и партийным добавились еще и ветераны труда. Заслуженным людям отвели самое почетное место. Они возглавляют шествие. Эту небольшую колонну организаторы назвали трудовая доблесть Хакасии. Точно так же называется одна из новых государственных наград республики. Вручают медаль самым заслуженным труженикам, ветеранам, которые внесли самый большой вклад в развитие экономики республики. На сегодня ее обладателями стали 43 жителя Хакасии. Еще трем медаль вручили прямо на первомайском митинге. Все кавалеры этой награды – люди особой закалки. Например, Галина Алехина уже 43 года работает машинистом башенного крана. Зинаида Ананина вообще уникальный человек. Ее стаж уже 62 года. Работала учителем, председателем постсовета и до сих пор трудится уже в Республиканском совете ветеранов. Прихожу на работу с удовольствием, с людьми общаюсь. Я пока ни от кого не слышала, чтобы я кому-то что-то не так сказала людям. Ну и школьники, у которых я поработала в школе, до сих пор меня помнят и знают. И все это поддерживает меня, конечно. Труд, мир, май – это основные лозунги первомайского митинга. И хотя на площади собрались люди различных политических убеждений, все согласились с главным требованием профсоюзов – достойный труд, справедливая зарплата. Реализация майских указов предполагает повышение поэтапное. И в образовании, и в здравоохранении эти шаги уже были сделаны. В культуре очень много делается на республиканском уровне. Что касается муниципального, испытываем трудности. Естественно, надеемся на лучшее. И я уверена, что это будет решено. Текст резолюции митинга был передан представителям правительства Хакасии, а завершился 1 мая концертом лучших коллективов республиканской филармонии. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. Это Вести Хакасия. События недели. Накануне исполнилось 95 лет со дня рождения Ирины Карачаковой-Картиной. Ее судьба удивительна и настолько полна крутых поворотов, насколько это возможно для людей, живущих на сломе эпох. Семья Ирины Николаевны, происходящая из знатного рода Картиных, была репрессирована. Но никакие трудности не способны сломить того, кто знатен не только из-за денег, но от природы имел особое восприятие жизни, видел и понимал красоту этого мира. Аристократка и по крови, и по духу Карачакова-Картина стала первым хакасским скульптором. Кроме того, она собрала уникальную коллекцию произведений искусства. Ей предлагали за нее баснословные деньги, но Ирина Николаевна сохранила ценности для своего народа. Уже многие годы коллекция является гордостью Республиканского музея. Давайте еще раз взглянем на нее. Во-первых, эта коллекция уникальная за Уралом. Встречаются абсолютно редкие вещи. Например, я не говорю о подлинниках, например, Пьера Пюже или портрет Нерона первого века нашей эры. Я говорю о тех вещах, которые, возможно, являются копийными, которые выполнены в девятнадцатом уже веке. Как, например, Иисус, благословляющий младенец. То есть изображение Иисуса очень редкое. Он стоит стерновым венцом в руках. Вообще Иисуса-младенцы никогда не изображали стерновым венцом. То есть это символ уже скорее взрослого Иисуса, 33-летнего. Вот Ирина Николаевна, увидев это где-то каким-то образом, увидела редкость этого произведения и приобрела. Можно говорить о многих и скульптурах, и произведениях, которые не являются растиражированными. И попали в коллекцию Казаченко-Карачаковой только благодаря хорошему вкусу. Кроме того, Ирина Николаевна и Георгий Сидорович входили в шестерку лучших коллекционеров Ленинграда в свое время. В определенный момент уже не ты владелец коллекции, а коллекция владеет тобой. То есть ты уже зависишь от нее. Также Ирина Николаевна, она уже зависела в конце жизни, она уже зависела от этой коллекции. Она уже не была хозяйкой этой коллекции. Она ее сдавала на пульты, то есть уходя из дома в булочную. Обязательно надо было сдать на пульт. Придя из булочной, надо было позвонить. Уехать в отпуск, это большая проблема была и так далее. И она задумывалась о том, что же будет после нее, как эта коллекция будет жить. И она писала очень много писем у Гужакова Василия Архиповича с тем, чтобы эта коллекция была в Хакассии, чтобы для нее было построено специальное здание, был создан музей искусств. На основе этой коллекции собирались и другие коллекции, и живописи, и графики художников, и хакасских, и российских, и возможно художников мира. И вот тогда была бы жизнь в этой коллекции. И очень много ей обещали, и даже был уже создан проект строительства этого музея. Но вот, к сожалению, Ирина Николаевна умерла, и обещания остались обещаниями. Музея до сих пор нет, и эту коллекцию передали в Хакасский национально-клинический музей. И то, чем обладает сегодня Хакассия, это, конечно, королевский дар Ирины Николаевны. Ближайшая неделя пройдет в России под знаком одного из самых народных и святых праздников – Дня Великой Победы. Мы будем праздновать его в 69-й раз. И за эти годы было столько разных акций, что, казалось, ничего нового придумать уже невозможно. Однако новая идея все же родилась, и в рекордные сроки охватила всю страну. Это акция «Бессмертный полк». Сколько человек ожидается на парадном строю в Абакане, и какие новшества их ждут? Об этом мы поговорили с координатором акции Андреем Березиным. С чем вы сейчас подходите к 9 мая? Потому что мы все помним победоносное шествие «Бессмертного полка» в прошлом году, и то, какой успех эта акция получила уже в первый год своего проведения. Подходим мы с тем, что «Бессмертный полк» в Абакане в этом году будет. Будет он двигаться тем же маршрутом, что и в прошлом году, то бишь по улице Ленина, от Абаканского дворца спорта до Вечного огня и Кургана славы. Собственно, вот это основное, с чем мы подходим. Есть определенные новшества в этом году, есть, правда, их незначительное количество. По-прежнему можно будет присоединиться к шествию, можно будет присоединиться у музыкальной школы имени Кеннеля, и можно присоединиться в парке Орленок. Но эти места присоединения, они придуманы для тех, кто не в состоянии пройти весь маршрут. То есть это либо пожилые люди, либо с маленькими детьми, либо, может быть, люди, ограниченные в своих возможностях. Все-таки Бессмертный полк предполагает некую продолжительность, то есть вот этого совместного шествия. И улица Ленина как раз идеально подходит по своему расстоянию, по своей длине маршрута, идеально подходит для такого действия. А какой резонанс имеет акция в этом году? Сколько уже людей решили присоединиться? Вы отслеживаете эти? Мы отслеживаем по возможности, но прогнозов никаких не даем, потому что в прошлом году все прогнозы у нас были побиты. Мы рассчитывали максимум на 2000, пришло порядка 5000 человек. А сколько человек придет в этом году, сложно сказать, но думаю, что не меньше. Если будет такой наплыв, вы готовы к тому, чтобы правильно людей организовать, и чтобы в назначенное время полк начал свое шествие? В данном случае там будут присутствовать волонтеры, там будет присутствовать некоторое количество солдат военных, они помогут построиться. Это необходимо, потому что большое количество людей, их просто нужно немножко организовать. Это будет, да, в общем-то, готовы. Готовы. И единственный момент у нас, конечно, сложный момент, это площадь возле Вечного огня, она не рассчитана на, вот конечная точка мероприятия, она не рассчитана на какой-то митинг, на крупное действие такое, вот такого количества людей. Ну, не рассчитывались они, что это не только наша беда Абакана, это беда всех городов, где проходил бессмертный полк. Поэтому мы от митинга в этом году отказываемся, то есть бессмертный полк доходит до Вечного огня и Кургана Славы, идет возложение цветов, и не останавливаясь, мы потихонечку проходим мимо Вечного огня, Кургана Славы и расходимся, там, получается, по аллее Черногорского парка. Можно уйти в сторону Чертыгашево улицы, можно уйти в сторону улицы Советской. Ну, то есть две колонны же основные будут двигаться, да, то есть, соответственно, они разойдутся. И там будет новшество такое, наше новшество абаканское. Мы в этом году решили, и вот осуществляется сейчас идея галереи бессмертного полка. То есть, когда бессмертный полк пройдет, ко всем просьба к участникам бессмертного полка оставить портреты ваших ветеранов на специальных конструкциях. Там будут специальные конструкции на этих специальных конструкциях. Для чего это? Во-первых, это делается для того, чтобы собрать весь бессмертный полк в одном месте. Ведь в шествии мы всех ветеранов не видим. А здесь мы сможем оставить портреты, и они будут какое-то время находиться все вместе. Это, на мой взгляд, будет очень величественное такое зрелище. Можно будет походить, посмотреть всех ветеранов, взглянуть в эти, в общем-то, очень рельефные, очень мощные, одухотворенные лица, да, лица. Ну, собственно, это лица победы. Посмотреть на них, почитать фамилии, звания, то есть, каким-то образом дополнительно проникнуться ощущением великой победы. А потом нужно будет забрать, обязательно забрать. Но пока... В этот же день. В этот же день, в 16 часов, до 16 часов нужно будет забрать. Но очень важно, что там будет организовано дежурство, там будут волонтеры. Они не дадут возможности там украсть. Ну, я вообще не думаю, что кому-то в голову придет украсть портрет ветерана. Но на всякий случай, то есть там будут дежурить ребята. Что касается портретов, есть ли какие-то определенные требования к оформлению? Многие этим интересуются. То есть, нужно ли обязательно обращаться в салон, платить деньги? Или можно самим изготовить портрет и прийти с ним? Вовсе не обязательно обращаться в какой-то салон. Вы можете изготовить портрет в любой форме, но желательно, чтобы он был с ручкой. Чтобы можно было поднять, чтобы было видно вашего ветерана, чтобы вы его пронесли над головами наших с вами соотечественников, современников. Если вы хотите оформить штендеры классические, то зайдите на группу «Мой полк». Там лежит оформление, вот эта вот масочка с георгиевской ленточкой. То есть, туда нужно будет только вставить фотографию. А сколько примерно участников можно ожидать в этом году? Сколько, например, на сайте зарегистрировалось жителей Хакасии? На сайте зарегистрировалось уже более 12 тысяч последний заход смотрел. То есть, это гораздо больше, чем участвовало в шествии. Конечно, это гораздо больше. Но вы понимаете, что, во-первых, люди на сайт помещают портреты всех участников, например, участников войны, своей семьи. А портрет, например, могут принести только один. Или люди, например, не могут поучаствовать в шествии. Или еще по каким-то причинам. То есть, их там гораздо больше зарегистрировано. Андрей, еще раз хочу попросить вас напомнить нашим телезрителям, куда нужно обращаться с желающим поучаствовать в акции «Бессмертный полк». И 9 мая во сколько и куда нужно приходить? 9 мая Абаканский дворец спорта. То есть, площадь перед Абаканским дворцом спорта. Знаем новый, красивый наш дворец спорта. Туда приходим к 11 часам. В 11.40 начинается движение «Бессмертного полка» по улице Ленина до Вечного огня и Кургана Славы. Что для этого нужно? Да, для этого ничего не нужно. Не обязательно никуда звонить. Просто сделайте штендер с портретом вашего ветерана и приходите. Основная идея, что ветераны должны идти маршем победы. Ну, а смерть в данном случае не помеха победителям. Начало мая с нетерпением ждут охотники. Именно в эти дни открыт сезон охоты на глухаря и тетерева. Она считается одной из самых зрелищных и интересных, требует определенного терпения. И в большей степени знатока интересует не трофей, а песня. Глухаринная песня. Сезон весенней охоты открыт. Полакомиться пернатой дичью удачливые охотники смогут до 10 мая. Именно до этого дня разрешено добывать глухаря, тетерева, вальшнепа, утку. Есть, конечно, и определенные ограничения. Например, селезней утки нельзя бить в лед. Как это разрешено осенью, глухарь и тетерев обязательно должен быть самцом. И стрелять в него можно только на таку. Вообще для человека с ружьем именно весенняя охота и азарт, и сноровка, и зрелище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Желающих поохотиться на птиц этой весной в Хакасии около тысячи. Поэтому для инспекторов, призванных следить за законностью охоты, это особый период. К тому же нынешняя весна опасна пожарами. Вот на этом посту приходится быть мастером на все руки. Нужно уметь и с браконьерами бороться, и мост построить через бурную Таежную речку, чтобы при необходимости инспектору быть там, где нужно быть, где нужен его контроль и помощь. Следующий раз взяться за ружье закон позволит только в августе. Именно осенний сезон для охотников считается настоящим праздником. После аномально теплого марта и переменчивого апреля всем хочется знать, а каким будет май? Ждать ли еще заморозков? И когда станет по-настоящему тепло? Мы задали эти вопросы синоптикам. Самый теплый май, по данным синоптиков, был всего лишь 15 лет назад. Тогда средняя температура воздуха по республике зафиксирована на отметке плюс 16 градусов. А вода прогрелась настолько, что многие жители республики в конце месяца открыли пляжный сезон. Самый холодный май за почти 90-летнюю историю метеонаблюдения отмечался в далеком 32-м году. Всего плюс 7. Тогда сроки вегетации растений сдвинулись на 2 недели. Нынешний май обойдется без погодных сюрпризов, хотя суточные колебания температуры составят почти 20 градусов. По температурному режиму он будет неоднородным. Ночные температуры 1 и 2 декад будут находиться в пределах плюс 2, минус 3 градуса. Дневная температура 1 и 2 декад составит плюс 13, плюс 18 градусов. В третьей декаде ночные температуры повысятся до плюс 5, плюс 8 градусов. А дневные температуры, соответственно, до 25 градусов тепла. Дождей в мае будет на четверть меньше обычного, всего 20 миллиметров. Причем обильный полив грядкам понадобится как раз самую жару. В 20-х числах синоптики вообще не прогнозируют осадков. Жители Абакана к погодным сюрпризам относятся философски. Мягкая малоснежная зима, ранняя весна и неожиданный снег в конце апреля приучил нас к любым проявлениям небесной канцелярии. Я вот эту свою жизнь помню, всяко бывало. Но на сей раз, может, нам повезет, хорошая погода. Будем надеяться. Прекрасно. Соответствующее хорошему настроению. На моей памяти всегда май был теплым и солнечным. А вот сейчас погода меняется. Но когда мы, наше племя, то есть наш возраст, для нас нет плохой погоды. Как говорят у природы, нет плохой погоды. Добавим, что долгосрочные прогнозы синоптиков сбываются с вероятностью 70-80%. Но пусть он оправдается хотя бы в первой декаде. Ведь в этом году у большинства работающих выпало 7 дней отдыха как раз в начале мая. Виктор Лушников, Антон Михайлов, Вести Хакасия, События недели. На этом мы завершаем обзор уходящей недели. В предстоящие 7 дней мы вновь успеем и поработать, и хорошо отдохнуть. Пусть будутся все ваши планы. Всего доброго и до новых встреч.